Всем привет! Значит, начнём сегодня знакомиться с Monix. В принципе, я сделал уже подготовительное видео, почему мы должны обратить своё внимание на Monix, но с ним, если я его, короче говоря, нашёл очень классный пост, почему фьючие убогие в Телеграме, то есть можете тоже зайти посмотреть, как-то Олег Нижний, достаточно известный человек в Scala Community, ну, написал вот такой пост, то есть вы можете тоже это поставить на паузу и почитать. Я здесь акцентировать своё внимание не буду, ну и просто напомню ещё, что... про что я говорил. Ладно, это были проблемы фьючие, и я сказал, что, как бы, нам нужна другая библиотека, другой подход, и, собственно, вот Monix — это одна из возможных альтернатив. Так, ладно, здесь... Кому интересно, в общем, прочитаю. Дальше поехали. Ну, собственно, Monix, 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 Monix — библиотека для синхронных вычислений весьма широкая, то есть что я имею в виду? Там заложено множество разных и реализовано разных идей для конкурентного параллельного программирования, то есть есть реактивная платформа, есть аналоги фьючие — это таски, о которых мы сегодня будем говорить, есть классические атомики, есть механизмы, как работать с ресурсами, более в таком, скажем так, более изящном стиле, то есть есть такая функция bracket, мы о ней тоже можем как-нибудь поговорить. В общем, это весьма хорошая уже зрелая библиотека для, как я сказал, конкурентных параллельных вычислений. Итак, сегодня я хочу поговорить о двух важных идеях — это о таске и о шедулере. Не знаю, что вам ближе. Так, хорошо, давайте начнём с тасков. Таски — это по сути дела фьюча, но самое важное отличие, которое я бы подчеркнул — это именно, именно ленивость. Я вот, кстати, буду в течение данного видео постоянно обращаться к документации и показывать её в некоторые моменты, поэтому тоже открывайте её и читайте. Документация, сразу скажу, очень хорошая. Основные идеи там, ну, всё хорошо расписано. Есть даже человек написал сравнение с АКС-стримами, например. То есть, соответственно, они к документации подходят. И у них ещё очень классные скалы доки. То есть, вот, к примеру. То есть, с примерами, с пояснениями, очень большие, очень обширные. То есть, вот видите, вот тут две тысячи... пять тысяч строк, наверное, из них больше... Наверное, шесть третьих — это... Ой, что я говорю? Наверное, пять шестых — это документация, нежели сам код, буквально одна строчка. Ладно, давайте всё-таки говорить о тасках. О тасках, как я уже сказал, что это, по сути дела, аналог фьюча. И самое её важное свойство, что это лэйзи. Что это лэйзи. И вот благодаря этому лэйзи, по сути дела, мы отходим от такого эффекта, который присущ фьючер, где реализация и исполнение сразу сливаются. Когда мы работаем с таском, мы фактически это дело разделяем. То есть, вот, к примеру, если я хочу объявить переменную — таск, типа таск. То есть, таск — это такой же контейнер, как фьюча. Но... вот переменную, которую она оборачивает, она здесь callByName. Не byValue, а byName. Вот, byName. Слово, вот эти вот три штуки — это всё одно и то же. То есть, apply — это вот это, applyValue — это, ну, это... это всё одно и то же. Просто немного разная запись. Так вот... О чём это я? О том, что таски у нас ленивые. И идёт разделение объявления и исполнения. То есть, мы свои переменные и трансформацию, которую мы хотим сделать, фактически делаем как... Знаете, вот, если вы знакомы с ACoStrip, например, то данная идея вам будет очень знакома. То есть, когда вы там строите графы, свои графы, то вы их сперва описываете, а потом отдельно запускаете. Или другой пример ещё могу привести, что... Кому эта идея, может, не знакома. Может быть, он знаком с Python. В Python есть такая библиотека TensorFlow. И там такая же идея. Вы как бы сперва описываете, какие вы желаете сделать подсчёты, а потом их запускаете. То есть, модель сперва вы построите. Здесь то же самое, фактически. То есть, вы выстраиваете цепочку трансформаций, которую вы хотите сделать, и описываете те вычисления, которые вы хотите сделать в контейнере таски. И затем лишь вы используете какую-нибудь функцию, которая именно провоцирует вычисления. То есть, ну, давайте что-нибудь... Вот я здесь простой пример сделал. Вот, допустим, у нас... Слово таски это такие же... Это такая же монада, поэтому мы здесь можем использовать то, что у нас у Scala есть, удобный обновленный интерфейс в виде... в виде форка прохо... Ну, вот этот вот фор. Ой... Ну, давайте... Допустим, LEM-1. То есть, я сейчас вот это напишу, но в более таком... читабельном стиле. Вот, допустим, у меня... work1. lm2 это work2 lm3 это work3 и мы производим lm1 плюс lm2 плюс lm2 плюс lm3 Ну, те, кто всё ещё не понял, в чём дело, это нам вернёт task. то есть, значение intовое, обвёрнутое в коробку task. lm3 vm3 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 можно, конечно, ещё потом сделать какое-нибудь преобразование, например, map, допустим, плюс 10. Можно, например... Можно ещё наградить дополнительные трансформации, которые вы хотите сделать, правда, не буду их показывать, в принципе, идея, мне кажется, вы поняли. То есть это та же самая фьючер, вы её комбинируете точно таким же образом, в принципе, ничего особенного. Просто вы не таскаетесь с ExecutionContext все время. А, ну, пожалуй, всё-таки надо сказать, что вот, когда вам нужно такие простые значения, как юнит, здесь уже есть определённый вот юнит, или, допустим, вы хотите поместить что-то в контекст таска, ну, есть уже какое-то вычисленное значение, какой смысл чего-то откладывать. Ну, или просто вам нужно поместить что-то в контекст, когда вы, например, используете... Ну, где это, например, может быть... Ну, вот, FlatMap, когда вы используете, да, вам же нужно тут поместить будет значение контекст, а снова таска. Ну, собственно, TaskPure для этого у нас, собственно, и есть... Вот... Так... Угу... Угу, угу, угу... Ну, я даже не знаю, если честно, что тут ещё рассказывать именно про такой базовый функционал. Поэтому давайте... Сделаем так... Ммм... Перейдём уже к исполнению. То есть, в принципе, должно быть понятно... Комбинировать вы как желаете, будете, это уже ваша будет задача. Ммм... Теперь посмотрим, как это дело исполняется. А исполняется это очень просто. То есть, вы берёте уже готовый Task и на нём запускаете команду, например, RunToFuture. То есть, результат будет OdonFuture. Ага... То есть, это фактически провоцирует... Ммм... Результат. Как видите, здесь implicit параметр, нужен Scheduler. Это вот, по сути дела, тот же самый Execution Context у Future. Он, собственно, и модерирует все Tasks. То есть, где, как, каким образом будут... Будет работа вычислена. Ну и сразу покажу вам стандартный паттерн, когда вы желаете, что если Future там неудачно завершилась, мы Failed, ForEach и... Или, например, можно... Рекоментироваться. Рекоментироваться. Или... Онерро. Рекоментироваться. Ой... Здесь, конечно же, нужно вводить из OnError, Recover. То есть, вы можете вставить какие-то... Как их называются-то? Механизмы, чтобы восстановить свои вычисления, если у вас падает, например. Ладно, этот пример я разберу чуть позже. Ммм... Такс, ладно. То есть, вот таким образом мы запускаем. Ну давайте... Так, вот это я только, пожалуй, отключу пока. А... World Resolve... А, вот это лучше запущу. Такс, то есть, будет 1, 2, 5... Мы ожидаем увидеть 5, потом 15... А... А затем ещё и 25... Это вывод, мы ожидаем 25... 25... Ну и всё. Вот он. Вот он такой есть. Ммм... Подчеркну на всякий случай тех, кто может быть не сакцентирован на это внимание. Фактически, таски, они как функция. То есть, вычисление будет каждый раз заново. То есть, что я имею в виду? Ммм... То есть, если я обращусь вот по новой... Я ж могу повторно, да? То у меня вычисление, оно повторится. Вот. И они повторятся от АДАЯ. Прикольной штукой здесь является тот факт, что мы можем... Если мы хотим избежать некоторых повторных вычислений, мы можем мемуизацию сделать на каком-то этапе. Это очень похоже на то, как работает библиотека Spark в Скале. Там тоже есть такой момент, когда... Ну, там-то, в принципе, понятно, там огромные коллекции зачастую приходят, и там это очень необходимая процедура. Ну, и здесь вот тоже есть, как ни странно, такая интересная вещь, как мемуизация. Может быть, в некоторых случаях она и реально нужна. То есть, поскольку у нас все вычисления, они повторяются. Когда мы запускаем по-новой все это дело. Так, ладно, поняли, как примерно запускать. Сразу скажу, там есть не только Run to Future, там есть разные раны. Run to Future, Run to Sink, Run to Sink, бла-бла-бла, то есть... Почитайте, в общем... Если вам интересно это, каким образом здесь запускается. Я хочу немножечко уже к другой теме перейти и так уже... Опять долго... Хочу я все-таки перейти к шедулеру, а затем перейти к тому примеру, который я показал. Смотрите, вот у нас стандартный Execution, да, Execution Context, который есть у Scala. Сейчас покажу. Imports, Scala, Concurrent, Execution, Context, Implicit, Global. Вот этот вот Global, да? Он... Он весьма ограничен. Чем он ограничен? Давайте обратимся к документации. Давайте обратимся к документации про Scheduler. Здесь, собственно, есть хорошее вступление. Где-то было, где-то было. Вот в самом начале, значит, было. Там были... Там были размышления, почему Scala Scheduler стандартный, не очень-то и классный такс. А, ну вот, например, почему Execution Context ограничен. То есть, следующая проблема, это не может быть вычислены вещи с какой-то задержкой. Не можем... Периодически. Не можем... Не можем... Короче говоря, все вот эти три штуки, они, по сути дела, об одном и том же, что вы выполняете здесь и сейчас. То есть, вы не можете управлять временем. И Scheduler это, грубо говоря, очень классная штука, которая совмещает в себе три абстракции, можно сказать. Экзекьюшн Контекст, который для работы по расписанию, стандартный Экзекьюшн Контекст. И третья такая важная составляющая, вот я вот сейчас найду, это то, каким образом вычисления будут произведены. То есть, так называемая есть Execution модель. И здесь есть три стандартных варианта. Первый – это Batched Execution Default. То есть, берется ряд тасков, и они синхронно вычисляются, то есть, какой-то пачкой, фактически на отдельном потоке. Другой вариант – это всегда дело синхронно. Это, по сути дела, вот как работает фьючер. И третий вариант – это синхронное вычисление. Но здесь и говорить, собственно, нечего. Как мы видим, стандартная вещь – это именно Batched Execution. Собственно, за счет вот этого два бачей, то есть, сгруппированных задач Месси, которые выполняются друг за другом на одном потоке и достигается скорость вычисления. Давайте заглянем для начала в глобальный дефолтный шедулер, который представляет Monix. Ну и, собственно, вот мы видим дефолтный шедулер Executor, Execution Context и Execution Model. Ну, дефолт – это Batched, вот-вот-вот. Ну и тут размер бача. Если кому интересно, то есть, это приводится к этому… Ой, к степени двойки. Так. А, дефолт шедулер для Executor – это… Вот. Вот-вот-вот. То есть, просто берем стандартный пол Java. То есть, по сути дела, что произошло, вот смотрите. Scala использует Java-вские вот эти вот примитивы, всякие экзекьюторы, да. А Monix идет дальше, он как бы накручивается абстракцией еще сверху, за счет чего делает возможность использовать свои шедулеры более гибко, нежели просто… То есть, это, грубо говоря, такая более общая абстракция получается, нежели мы возьмем просто стандартный Execution Scala. Ну, собственно, вот, давайте, так, уберу здесь, чтобы не было ругать о с лишних. Ну, вот мы, Schedule once, то есть, я могу запускать это множество раз, могу поменять модель, если мне нужно. Execute, то есть, выполни сейчас де-факто. Окей, ладно, то есть, кажется, идею, в принципе, я со мной передал здесь шедулерам. И вот этот шедулер, напомню, что он подцепляется через Implicit к таску, которую мы хотим уже непосредственно запустить, то есть, когда мы используем команду RunToFuture. То есть, по-хорошему, да, смотрите, вот, когда мы будем писать какое-нибудь приложение, у нас будет множество модулей, где мы описываем таски, 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 как они взаимодействуют, ла-ла-ла, все дела. И какого-нибудь лишь в классе main мы, собственно, пробросим вот этот шедулер. Ну, или там, где нам надо. То есть, мы отделили исполнение от описания, что здорово. Ну и давайте возьмем какой-нибудь более-менее практический пример. То есть, вот, трейд, шедулер, таск, стандартная штука. Ну, то есть, мы сделаем работу по расписанию. То есть, как видите, достаточно легко и изящно это делается. То есть, период, работа, которую мы будем делать. И это следующий шаг next, то есть, как итерация. Ну и старт, который делает, это у нас, скажем так, сформирует финальную таску. То есть, вот этот старт, это еще не значит, что запустись. Нет, нет, нет. Видите, какой тип возвращается? Таск. Таск – это ленивость. Это еще не запуск. Это просто описание. Ну и вот реализовал. То есть, что я буду делать? Я буду просто печатать Hello World и поток, в котором выполнится. То есть, вот, теперь я беру вот этот таск. Вот он, Hello World. Сформировал его. И затем, затем… Ну, ладно, давайте я все-таки вернусь. Здесь, в принципе, ничего особенного нет. Таск засыпаем. Это у нас фактически юнит возвращает, поэтому я здесь нижнее подчеркиваю, поскольку мне не важно. Потом я беру вот этот таск. Здесь я использую флэтмап, естественно, чтобы здесь отдавать именно тип типа таска. Потом описываю, что я восстанавливаюсь на ошибке. Печатаю, что итерация готова. И затем снова через флэтмап я рекурсивно иду к самому себе. Стасденфоргет – это фактически запустить данную процедуру. Ну, вернее, сформировать финальную таску, можно так сказать. Так, ну и, собственно, вот последний шаг. Это, смотрите, я предлагаю вот так вот побаловаться. Просто взять, создаем эту таску, добавляем еще дополнительную работу, ну и производим таск юнит. И все это у нас вычисление, где происходит таск монаде. Запускаем ее. И смотрим результат. Давайте запустим. То есть, что я, в принципе, ожидаю. Я ожидаю, что у меня будут выводиться каждые 3 секунды. То есть, hello world и бла-бла-бла. Ну, собственно, вот что и происходит. Ну и номер, на котором у нас работа была выполнена. Почему разные, видите, я здесь always async execution. Так нельзя. Ну, ладно, давайте я это вскрою, а поставлю implicit. Там как раз батчем было. Ой. Ой-ой-ой. Не успел выполниться. Давайте мы основной поток заснем. И вот. Вот этот у нас таск был выполнен. И затем поехали. Вот, видите, на одном и том же теперь выполняется. Потому что дефолтно там идет батчами. И первый батч, он 1024 задач выполняет. Ну, собственно, вот такой вот. И есть инструмент. На этом я предлагаю закончить. То есть, с основными идеями. Это, в принципе, вот основные две такие важные вещи, которые нужно понимать, когда вы используете таски. Ой, когда вы используете библиотеку Monix. То есть, нужно просто будет строить таску, использовать и монадические свойства. То есть, мапать, лотмапать. Делать какие-то преобразования, которые вам нужны. И затем запускать с помощью, скажем, экшена. То есть, операции, которые непосредственно запускают таску. И к этому экшену мы всегда передаем неявно экзекьютор обычно. Так что, явного редко передают. Обычно просто помещают в контекст выполнений. Не имплисис какой-нибудь. И просто пишут roundfuture. Ну, собственно, вот. Это все, что я хотел на сегодня сказать об данной библиотеке. Еще раз настоятельно порекомендую данную документацию почитать. Посмотреть примеры. В принципе, они хорошие. В принципе, они глотные, да. И еще раз повторюсь, очень глотные скалодоки. То есть, читать здесь можно утонуть надолго. Так, ладно, все, хватит трепаться. Давайте, see you next time. Так, где тут кнопка стоп?